Сегодня я хотел бы поговорить об одном предложении, которое могло бы помочь найти выход из тупика вокруг ядерной программы Ирана. Основным доводом Ирана перед внешним миром является желание иметь чистую энергию и желание иметь независимые источники сырья для таких чистых электростанций. Поэтому в этом состоит его оправдание программы обогащения Урана. Мы очень легко можем помочь Ирану справиться с поставленной перед ним задачей. Израиль, Америка и другие партнеры могут предложить Ирану бесплатно поставить чистые электростанции такой же мощности, как он сейчас пытается сооружать. Только эти электростанции будут не атомными, а солнечными или ветровыми. Казалось бы, стоимость проекта может кому-то показаться высокой. На самом деле это не так. Оказывается, сегодня построить атомную электростанцию или солнечную такой же мощности стоит примерно одинаково. Порядка 5000 долларов за киловатт мощности. Причем, если построить ветровую, это может быть даже в два раза дешевле. Таким образом, вся программа Ирана, допустим, на сегодняшний день построена электростанция составляет около 1000 мегаватт, 1000 миллионов ватт. Стоимость солнечной электростанции на такую мощность составит всего лишь 5 миллиардов долларов. Эта сумма относительно небольшая в международных масштабах. А если построить ветровые, может быть и в два раза меньше. Для сравнения скажу вам, что война в Газе обошлась Израилю около 2,5 миллиардов долларов. Политический момент сейчас очень хороший для такого предложения. Выступление Натаняу в Конгрессе всклыхнуло общее внимание к этой проблеме. А с другой стороны, Обама прилюдно, публично выступил с критикой, говоря, что Натаняу не принес никаких новых идей. И вот теперь у Израиля могла бы появиться новая идея для таких переговоров. Кто-то может сказать, что солнечная и векторовая энергия не могут покрыть потребности Ирана и нужна еще атомная. И это тоже не совсем так, поскольку, для примера, Германия, которая в два с лишним раза меньше по территории, чем Иран, имеет на сегодняшний день в два с лишним раза большую мощность электростанций, через несколько десятков лет готова, по-моему, к 2050 году, готова 80% своих ресурсов получать из зеленой энергии, из солнечной и ветровой. С другой стороны, Иран огромная страна, две самые большие соляные пустыни в Иране. Одна из них имеет размер 800 на 300 километров, а другая 500 на 300 километров. Понятно, что на такой площади солнечных и векторовых электростанций можно разместить количество, которое с избытком перекроет все потребности страны. Если быть реалистами, можно понять, что с большой вероятностью Иран откажется от такого щедрого предложения, если его настоящие цели это не энергетика, как мы понимаем. Но при этом его политическая позиция на международной линии серьезно ослабнет, поскольку какие останутся доводы в руках его левых друзей, которые с пониманием на сегодняшний день относятся к его амбициям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok